Решив все проблемы в Казахстане, депутаты решили зачистить гомосексуалистов. Нужен закон, который запретит однополые браки, заявил Бахабик Смагул. Сегодня человек гей, а завтра он не сможет защитить родину, которая, по мнению мажористмена, нуждается в защите и защитниках днём и ночью. Геи портят не только имидж настоящих мужчин, но и статистику рождаемости статагентству. Вот ещё один аргумент депутата в пользу антигеевского закона. Надо не только усилить 11-ю статью кодекса о браке и семье, но и разработать законопроект, который искореняет гомосексуальные отношения и закрыть повсеместно такие ночные клубы. Ну вот это вот, видишь, комментарии к Уголовному кодексу. Генерал-майор юстиции Рустем Хайдаров поддерживает идею депутата. Вспоминает, что в советское время, не похожие на обычных советских граждан, отщепенцы сразу же попадали под статью Уголовного кодекса. За долгие годы работы я не слышал таких вещей, чтобы где-то в Советском Союзе выявили такой факт, что мужчина с мужчиной живет или женщина с женщиной живет. Ну, если выявляют, и сейчас, если мы выявим, мы будем наказывать в соответствии с законом. Потому что это запрещено нашим законам. Не надо создавать проблему на голом месте, говорит председатель коллегии адвокатов Ануар Тюгель. Он уверен, в Казахстане нет открытой пропаганды гомосексуализма, и депутаты зря поднимают эту тему. В стране хватает других важных, нерешенных проблем. Эти браки еще не узаконены, но отношения, они не запрещены законно. Отношения. То есть, если женщина с женщиной любит, ну, пускай себе любят. Просто вводить эту норму в Уголовный кодекс и запрещать это, я считаю, мы тем самым закроем себя от всего другого мира, цивилизованного. Подача депутатов тема гомосексуализма моментально обросла комментами в сети. Но лучше всех по этому вопросу еще в прошлом веке высказалась Фаина Раневская.